Здравствуйте, дорогие мои подписчики! Здравствуйте, мои гости канала! Меня зовут Ева. И здесь, на этом канале, я рассказываю о новостях туризма и публикую свои путешествия. Сегодня у нас цены на Египет на майские праздники. В летнем расписании аэрофлота появились рейсы в Шарм-эль-Шейх. Итак, в какую сумму обойдутся прямые перелеты на майские праздники и в летние месяцы? Лететь со стыковкой выйдет дешевле. Сколько стоят билеты в Египет на майские праздники? Это для тех, кто не хочет лететь турами, кто хочет просто купить билеты, забронировать себе жилье, апартаменты или отель. Лучше, конечно, отель, потому что они в основном все стоят на море и наслаждаться самостоятельным отдыхом. Но в таком случае рекомендую в Египет, конечно же, лучше с питанием брать все включено или хотя бы полупансион. Потому что Египет это не Европа. Здесь нет кучи забегаловок, выйдя из отеля. В системе продаж авиакомпании аэрофлот доступны для бронирования авиабилеты в Шарм-эль-Шейх на лето 2023 года. В том числе на майские праздничные даты. Так, перелет из Москвы в Шарм-эль-Шейх с 29 апреля по 6 мая без багажа обойдется в 62 тысячи на одного с багажом от 66 на одного в обе стороны. Перелет в более поздние даты, вылет 1 мая, возвращение 8 мая, немного дешевле. Тариф без багажа от 58 тысяч 700 рублей в обе стороны, с багажом 64 900 на одного пассажира в обе стороны. В мае рейсы аэрофлота из Москвы на Южно-Синайский курорт запланированы каждый день. Маршрут будет обслуживаться на Аэрбаз А-330-300. Время в пути 6 часов 50 минут. Прямых рейсов из Москвы в Хургаду в расписании перевозчика на майские даты пока не заявлено. Для бронирования доступны перелеты до 25 марта включительно. Эксперты не сомневаются, что аэрофлот продолжит летать и на этот египетский курорт и в летнем расписании 2023. На текущий момент полетные программы на лето только верстаются. Сомнений в том, что аэрофлот продолжит летать в Хургаду нет. Скорее всего, билеты по этому направлению добавятся в продажу в феврале. Говорят эксперты, по их мнению, тарифы на перелеты в Хургаду будут сопоставимы с теми, что заявлено на маршрут Москва-Шерм-Эль-Шех и обратно. Стыковочные рейсы с пересадкой в Каире обойдутся дешевле. Кстати, прямых регулярных перелетов в Хургаду пока нет в расписании Египтеир. В билетных поисковиках доступны перелеты Египтеир из Москвы в Хургаду со стыковкой в Каире. При вылете 29 апреля и возвращении 6 мая авиаперелет с удобной двухчасовой стыковкой в Каире обойдется от 56,5 тысяч рублей на одного, а в период с 1 по 8 мая от 42,5 на одного пассажира в обе стороны. В стоимость перевозки включен багаж. Примерно такие же тарифы у египетского перевозчика и на перелеты по маршруту Москва-Каир-Шерм-Эль-Шех и обратно. Сколько стоят билеты из Москвы-Шерм-Эль-Шех на лето? Тарифы на рейсы аэрофлота в Шерм-Эль-Шех в июне-августе несколько ниже, чем на майские праздники. Так, авиабилет без багажа в летние месяцы стоит от 47 тысяч 250 рублей на одного пассажира в обе стороны. С багажом 23 килограмма, перелет обойдется в 53 тысячи 400 рублей в обе стороны на одного пассажира. Если нужна информация или если нужны мои новости, то подписывайтесь. Не забывайте на колокольчик надо нажимать, чтобы все уведомления приходили. Под видео все ссылки и напоминаю, что я не являюсь турагентом и не работаю туроператора. Поэтому не подбираю туры, не мониторю билеты, а всего лишь зачитываю для вас, превращаю в видео обзор новости с официального сайта Ассоциации туроператоров России. Спасибо, что меня смотрите. До свидания, мои дорогие. Продолжение следует...